Всем привет, друзья! Это кулинарное шоу «Дело вкуса. Юрский период». Первый в Приднестровье кулинарный баттл. Пластинами это вдоль или поперек? Ты что, читать не умеешь? Ну давай, давай, давай. Смотри, какой у нас бит. Ты сейчас просто даже не понимаешь, с кем ты связался. Каждый кулик в своем болото хвалит. Кухня, плита и сковорода. Блендер, чоппер и миксер. Солонка и перечница. Теперь это не иностранные слова для наших парней. Юра и Юра готовы к битве. Ну я надеюсь. Рыба, рыбалка и мужики. Это классическое трио. Сегодня Юра один будет готовить карпа тушеного в пиве. Пиво на рыбалке не лишнее. А другой будет готовить толстолубика, запеченного с томатами и яблоками. Старинный польский рецепт. Думаю, что справится. Но если нет, я рядом. Рыба. Рыба – хороший выбор. Рыба, как говорится, тоже мясо. Друзья, устраивайтесь поудобнее. Сегодня никаких котлов, костров и удочек. Только рынок, плита и мужские руки. Это дело вкуса. Юрский период. Погнали. Юра-сан. Юра-джан. Я вас приветствую. Я думаю, что вы уже успели кинуть взор на наш стол. Фуга, фуга, фуга. Прикинули уже. Сегодня никаких фуг. У нас сегодня будет рыбное противостояние, рыбный баттл. Есть у нас толстолобик, есть у нас карпик. Какая рыбка кому достанется, узнаем прямо сейчас. Традиционно у нас будут тянуть ребята жребий, так как, Юра, ты сейчас идешь на втором месте. Я предлагаю тебе право выбора. Давай, выбери золотую, не золотую рыбку. Какая она будет рыба моей мечты? Посмотрим. Давай. Ладно, ближе. Сможешь изобразить? Отлично. Что у тебя попалось? Толстолобик с овощами и яблоками. Толстолобик с овощами и яблоками. Все присутствует здесь. И толстолобики, и яблоки, и овощи. Юр, ну, как знал, как смотрим. Смотри, пожалуйста, как звучит, а? Карп. Тушеный. Вау. А? Рыба и пиво. Это ж два друга, понимаешь? Я желаю вам удачи. Пошаговый рецепт есть. Да, ты сейчас расскажешь про историю. Пошаговый рецепт есть. Все помним, кто быстрее приготовит, тот получит один бонусный балл. Если вдруг какие-то проблемы, вы сразу же можете обратиться к нашему эксперту, к Светлане Солянкиной. Удачи. Золотой рыбке вам. Рыбы моей мечты. Ваши мечты. Посмотрим. Ты знаешь, вот у меня теперь сомнения терзают, смогу ли я эту рыбу есть. Если она в пиве, а я только вот-вот сегодня провакцинировался, что делать? Что делать? Товарищи, коллега. Такая же самая вещь, но у меня в рецепте пива нет. Господа, я бы не переживал по поводу пива и по поводу вакцины. Почему? Потому что вы-то пробуйте эту рыбу. Не будете. Будут пробовать наши эксперты, Светлана Солянкина и наши жюри. Поэтому все нормально. Слушай, крупная чешуя. Вот это толстолобик, по-моему. Это карп. Ай-яй-яй. Что это? Ну, вообще толстолоб жирнее и немножко поплотнее. Визуально можно отличить. Ладно, подсказка. Что большое, то толстолоб, что маленькое, то как? Да ну, они уже большие. Я смотрю, там мука есть. Я не знаю, для чего она. Для панировки. Сливочное масло. Вон она. А, ну да. Вот, любимая зира. Что такое зира? Ну, зира – это специя. Это очень популярная специя. Знакомься, Юрий. Какой момент? Его надо заснять. Обязательно. Вот, как пиво добавить. Как ты переводишь продукт? Как я перевожу продукт. Слушай, мне так жалко. Всего два кусочка, и все это съест жюри. Никого угостить не смогу. На самом-то деле, настоящий повар готовят всегда не для себя, а для клиента, для друга, для эксперта, для жюри в твоем случае. Слышь, как зашипело это пиво. Где пенка? Рыба или мясо, пацаны? Или рыба – это тоже мясо? По настроению. И рыбу и мясо. Вот, я не знаю, на самом-то деле, я мясоед, да, я очень сильно люблю мясо, особенно что-то такое вот зашкваренное на мангальчике. Но, но, когда я попробовал запеченную скумбрию в духовке, затем я ее, конечно, передислоцировал на мангальчик, это просто бомба. Вот иногда хочется действительно вот мясо, оно какое-то такое тяжелое, что-то, а вот рыбка, ой. И замангал-то сейчас прям вот бальзам на сердце, потому что именно скумбрию на мангале я люблю готовить и в соевом соусе, с лимончиком вот так вот. Причем в холоде соусов я бы добавил бы одно. Ну, знаешь, она получилась хороша, но когда у меня в следующий раз, я готовил в следующий раз эту рыбу, у меня просто-напросто не было этих приправ, я добавил соль, перец и лимон, и все. И вот это была самая вкусная рыба. Зачем чеснок я нарезаю, я не могу понять. Чеснок и рыба, это вообще два идеально... Его сюда кидать. Это два друга, это... Не, я не знаю, куда тебе надо их, может быть, тебя обжаривать надо на чесноке будет. Тут не написано, понимаешь, обжарить, разогреть на скрежанке. Подожди, да что происходит, ты что, читать не умеешь? Ну, давай, давай, давай. Так, рыбу нарезать порционно, залить пивом. Залило? Залило. Произошло. Это все добавить к рыбе с пивом. Вот это вот все, что у тебя перечисано. Там не написано, чеснок... Ты по порядку, Юбчатый. Все, поехали. И приправки самое главное. А теперь приправу. А вот теперь ее надо растолочь. Пока вы заняты мариновкой вашей рыбки, я предлагаю вам заработать три бонусных балла. Традиционная викторина. Раз у нас сегодня рыбная тема, значит, викторина будет связана с... Рыбой. Практически с рыбалкой. С рыбой. Ну нет, рыбалка, да, рыба, мужик, рыбалка, это все взаимосвязано. Три вопросика, ребят. Первый такой вот у нас. Самое верхнее пропускное кольцо удилища носит название. Роза, нарцисс или тюльпан? Тюльпан. Юра? Роза. Роза. А правильный ответ тюльпан, аплодисменты. Тюльпан, так называют, верхнее пропускное кольцо на всевозможных удочках, спиннингах, фидерных удилищах. 1-0. Я знал, что да. В пользу Юрия Чернявского и его толстолобика. Вопрос номер два. Конструкция. В задней части кормы лодки, которой крепится мотор, носит название. Ранец, флянец, транец. Ранец, наверное. Третий вариант. Юра, транец. Я надеюсь, это правильно я говорю. Ну, что, надо что-то надеваться. Да, действительно, конструкция в задней части кормы носит название Транец. Я надеюсь, что я правильно ударение поставил. Аплодисменты. Счет становится 1-1. Арбузик. Арбузик. Фидерной оснастки. Это. Вы знаете, что такое фидерная? Ну, конечно, да. Ну, все, это хорошо. Два раза был на рыбалку. Это вертлюг, крючок или кормушка? Кормушка. Аплодисменты. Не знаю. Я наугад. Арбузик. Арбуз. Кормушка. Имеющая округлую форму. Именно она так не называется. Кормушка. Кормушка. Да, счет становится 2-1. В викторине выиграл. Юрий Чернявский. Но это не означает, что он победит в сегодняшнем кулинарном баттле. Остаемся вместе. Я тебе в следующий раз рот заклею. Скотчем. Смотри, какой у нас бит. Он... Я стучу. Вот. Замиксуй. В ступе. Давай. Замиксуй. Первый кулинарный хит получится у нас. Давай. Кулинарный рейп. Рыба на столе, рыба в духовке. Так, ну все. Вот они эти самые. Попробуешь? Понюхаешь? Жаль, попробовать нельзя будет это. Все. Натер морковочку-то, Юрик. Да. Сейчас помидорки буду натирать. Ласково-то яблочки. Яблочки, морковки. Витаминные. Понимаешь, что такое у меня? Витаминная рыба будет. Слушай, я что-то не понимаю. У тебя маринад такой интересный. Яблоки, помидоры и морковка. А это те овощи и, в самом случае, фрукт, которые снимают запах тины с толстолобика. Эта рыба отличается запахом тины. Вот это секретные ингредиенты. У меня поинтереснее набор. Что? У тебя нет помидор. А помидоры – это всегда залог. Ну, фактический успех. Деревянные. Давай. Да, нормальные помидоры. Что такое брусочки? Ну-ка, это же вот такие. Кубики. Нет. Нет, я думаю, что это… Это длинные такие, как на мангальчике делают вот эти. Да, да, да. Ты отрежь это вот. Вот эту зеленую историю, да, и начни. Оба. Я чувствую, моя белая футболочка сейчас будет с красными вкраплениями. Как поменялась ваша жизнь после проекта, когда вы начали участвовать в этом кулинарном противостоянии? Что жены, что домашние. Просит уже теперь у плиты выходной постоять? Юрик, давай, да, меня. Меня тебя просит. Не заставишь-то особо так? Ну да, я в отличие просто от тебя работаю по субботам. Знаешь, поэтому меня не заставляют. Видят по телевизору. Что-то из рецептов, которые вы готовили на проекте, готовили дома уже? Вот, в прошлый раз мы готовили пиццу. Помнишь, да? Да. По моему лице. Я даже пробовал. Нет, прихожу домой на следующий день, а тут смотрю лаваш. Приходишь домой на следующий день, это как, подожди. Прихожу домой на следующий день, рассказал, что готовил пиццу. Ну, рассказал, как это было вкусно, и что моя была вкуснее, чем Юрика. Прихожу домой, и мне говорят, давай поможешь. И я смотрю, лавашики уже разложены, как ты говорил, ты же любишь лавашики, все. И мы сделали такую вкусную пиццу. Внутри, правда, между лавашами и моцареллочкой промазали. Это всегда можно просто сыром. Это было шикарно. Друзья, я в тупике. Эльдар, это можно назвать брусочками? Можно. Мне кажется, это привыкло какое-то. Ты можешь открывать свое агентство брус. Брус. Эльбрус. Баклажанный брус. Брус. Есть. Нет, что, ну как это, жарить, что ли, надо? Может его... Юра, Юра. Подожди. Что? Юрик, ты знаешь, что такое баклажанные брусочки? Ты взял и все испортил. Проблемы можно позвать Свету. Не, не надо. Вот, вот, видишь? Так я уже думаю, все хорошо. Все. Смотри, какие брусочки-то получили. Все, раз, просто брусочки. Помидорки мы натерли. Лучок нашинковали. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины и натереть на крупной терке. Опять натираем. Как ты их ласково называешь, Юра? Вот откуда такая любовь? Яблочко. Яблочко, морковочка. Надо общаться, Юра, с едой, понимаешь? Ох, я до этого еще не дошел, слава богу, общаться с едой. В хорошем смысле. С едой. С едой. Если у наших участников возникает проблема, мы знаем, кого звать. Светлану Солянкину, нашего эксперта под ваши бурные аплодисменты. Светлана. Светлана. А что, морковь унижает? Равно обжаривать. Обжаривать, тушить. На масле. Пассировка. Рыбу уложил в форму для запекания. Сверху лук, морковь пассированные. А потом яблоки и помидоры сырые. Кислота нужна. Получено наставление. Теперь работа пойдет быстрее. Ну, я, по крайней мере, надеюсь на это. Сейчас. Второй уровень. Ну, серьезная какая-то света, да, была? Как-то не подсказывает уже вам даже. Next level. Да, я вот задумался. Она просто увидела, что ты тут творишь и делаешь. У нее пропало все настроение. Палый. У нас новая композиция. Когда я нарезаю, он теперь трет. Смотри. А? Я так быстро не умею, Юра, подожди. Ну что, Юра, как дела? Все хорошо. Посоветовать что-нибудь, порекомендовать. Я бы тебе дал нож, чтобы ты нарезал побыстрее, знаешь ли. Понятно, почему Юра Чернянский ведет себя именно таким образом. Потому что он уже готов отправляться к плите. Давай, поехали. Смотри, какие ласковые с ним делаю. Главное, чтобы салфетка не осталась в рыбе. А, пожарная система. Наша рыба сегодня горячая штучка. Даже сигнализация сработала. Сейчас пожарная приедет. Впервые так пожарили, что сигнализация. И карп у тебя будет тушеный. Интересно, это от твоего дымка или от моего? Да, судя по всему, от вот этого твоего. Оно тут хорошо коптило. Денек выдался жаркий. Только с сигнализацией разобрались. Новое приключение. Детская экскурсия. В деле вкуса новые повара. Помощники. Нам помогают жарить рыбу. Достойная смена. А детей ведь не обманешь. Им понравился аромат блюда. И мы пригласили их на съемку. Последний штришочек. Вот это? У тебя, конечно, дружище. Доливаем сейчас вот так вот равномерненько пивасик. Какой запах. Дружок, мое блюдо еще не запеклось. Поверь. Ты посмотри на это. Поверь. Это просто фаталит. Это финиш тебе. Это просто приговор тебе будет. Понимаешь? Ты забыл. Я забыл. Да, я забыл накрыть крышкой. Смотри, дорогой. Это называется мед. Ты для кого? Для мишек? Ты сейчас просто даже не понимаешь, с кем ты связался. Выглядит аппетитно. И аромат тоже. Да. А вот от Юркина вообще не слышно ничего. Да и поверь. Каждый кулик свое болото хвалит. Попробуем овощи. Они мягкие, хорошие. Ох, масло ты бомбанул сюда, конечно, конкретно. Ну и рыба. Значит, у тебя карп. Да. У Юры карп. А у Юры судак белоглазый. Семга. Ну, рыба готова. Но удивительно, первый раз недосолена. Но я исправлю. Пахнет вот и яблочкой, и корицей, как яблочный пирог. Аромат-то приятный. Приятный. А у меня тиной что-то вот сюда вот. Да, да, да. Конечно. Водоросли какие-то. Что-то, что в речке там на дне. Ну, это идеально просто. Надеюсь, жюри с вами не согласится, Светлана. Тебя толстолубик. Да. Там косточки могут быть. Да, могут быть. И за это могут снять. Она у меня попалась. Это сейчас было про косточку? Про косточку. Вы сейчас все кости выловите, жюри ничего не достанется. Ты знаешь, на вкус мне нравится. И твое нравится. Да? Ну, мое вкуснее. А я просто украшу, а решать будет жюри. Представь себе, что ты дома, ты дома как кушаешь рыбу. Молча. Так, сейчас пять минут все оставляют меня в покое, потому что рыба, ну, и этим все сказано, это очень вкусно. Единственное, я очень люблю соленое, и вот мне чуть-чуть не до соль. Возьмите чуть-чуть, там, подсолите себе по вкусу. Я боялся просто пересолить, а то бывает. А ты определила, что за рыба? На карпа похоже. Карп, да, или что-то подобное. Понимаешь, я люблю всю рыбу. Лимончик, я думаю, спасет ситуацию. Всю, и косточки тоже. Что, глотать? Любишь. А, да. Знаешь, когда их вот обсасываешь, это бомба. Только мои кости не промывайте. Рыбка безумно вкусная, но я говорю, вот единственный минус, как тебе на соль? Мне отлично вообще. Витя высказал предложение карп. Ну, это карп. Да, что-то похоже. Ну, а теперь я не уверен, что карп. Я даже не знаю. Эта вот штука, видимо, запеченная была, да? Или тушеная? Да. Она была запеченная в духовке. Даже сложно понять. И сверху посыпана овощами. А давай махнемся, ты мне рыбу, а я тебе овощи. В меня блинся. Давай, ради бога, я не против. Не, ну ты сначала оцени. Чем больше белка, тем лучше. Овощи, это не белок. Белок достанется мне. Я про рыбу. Нет, так рыба мне. А рыбу тебе? А, не, я не согласна. Юрчик, либо они очень голодные, либо, может быть, рыба вкусная, правда. Второе. Ну, кстати, учитывая уже их немаленький опыт, очень круто, прям вот достойно. Вот эта вот кость, это очень похоже на кость карпа. Инга, это я косточки у себя вытаскивал, а вот Юра, да, оговорился немножко. Я знал, что ты будешь. Я бы все кости выбрал, наверное, здесь тебе не попадется. Я попробовал кусочек уф-брюшка, он суховат. Карп не такой сухой. В общем, рыба не сухая, она очень вкусная. Так ты определись, карп или что? Это не карп. Не карп. Нет. Но вкусно. Угу. Ты оставь место для другого блюда. Повторяю, в меня в леде. У вас хороший аппетит, это хороший знак. Юра Заяц и Юра Чернявский, как вы не могли мою руку распознать, привитую? Я тебе объясню, почему, потому что у меня точно такая же. Вкус. Ну, прям, ну, чуть-чуть все-таки не хватает соли, ты права. Вот, соль, да, это, конечно, небольшой минус. Ну, ладно, давай ты, потом. Овощи очень вкусные, они были замаринованы, я так предполагаю, перед тем, как посыпать. Это не моя рыбка тоже была замаринана. Вот рыбка чуть-чуть пресновата, вот не хватает соли и вот чуть-чуть вот, ну, все-таки вот за вкус я поставлю, наверное, девять. А я как в школе подглядываю. Ну, ладно, девять. Девять – это почти звезда Мишлен. Девять – это на один меньше, чем десять. Но больше на один, чем восемь. Гениально. У тебя с математикой все хорошо, это радует. Хорошо. Тоже девять за отсутствие соли. Я вообще товарищ, который любит соленое все, а тем более в рыбе, ну, и рыба сама по себе любит соль. Увы и ах. Да жена б не руки целовала за такое. Жена. Кстати, знаешь, почему у нас классно получилось? Потому что мы и рыбу привили. Девять. Дальше. Дальше. Ну, давай ты теперь ставь ценочку, я у тебя… Ну, подача – вот прям респект. Подача – вот такая. Согласен. Пятерка. Подача – пять. Двадцать – прям. И дальше можно опять я. Давай. Один балл. Плюс один. За то, что я не совсем поняла, что это за рыба, хотя я в рыбе… Дока. И не совсем поняла, как она приготовлена, запеченная или… Ну, то есть такая была загадка. Да, у меня много белка, согласен. Это рыба, этим все сказано. Несите другое блюдо. Да. Мы готовы трапезничать дальше. Какая-то приправа, вот честно, которая… Прямая какая-то прям. Это карри. Это карри, да. Я честно скажу, карри я не люблю. В принципе. Ну, понятно. Мне нравится. Поэтому можно я сделаю вот так. Тут, наверное, приправа не на самой рыбе. Сверху у нас что-то это. Как по мне, карри убила запах рыбы. Я его не чувствую. Карри? О, там карри-то и нету. А мне есть. Чем-то пахнет. Я так полагаю, Инга, ты перепутала карри с корицей. Да, корица там действительно есть. Инга, бракуйя – это блюдо. Но объясню, собственно, почему. Дело в том, что толстолобик, так же, как и карп, чего не знает мой коллега Юрий, питаются водорослями и вообще плавают в пресной воде. Ну, там тины много. И, понятно, мясо тоже отдает вот этим всем. Это все, чтобы сгладить вот этот вкус, убрать, чтобы тебе было вкусно есть с тиной. Ммм, вот это толстолоб. Вкусно, да? Толстолоб. Мне кажется, что да. Вот это очень вкусно. Без приправы сверху – это офигенно. На закупке вместе были у одного продавца рыбы просто. А, то есть это одна и та же рыба? Просто по-разному приготовленная, кстати. Как бы ли, нет, это не одна и та же рыба. Вот и пока я это не доем, я отсюда не уйдем. Это вкусно, да? А сверху вот эти вот овощи и фрукты, смесь. Нет, давай я тебе отдам. Рыбка, я не знаю кто, Юры. Очень вкусно. Это просто вот. Я на самом деле не знал, чего ожидать и чего можно увидеть, какое оно будет. Я вот просто действовал согласно инструкции. Потом уже, когда на финиш начали выходить, смотрю, да вроде и ничего. Не знаю, как у тебя там ничего. На вид не очень-то ничего. А вот мой, я шел тоже по протоколу, но получилось такое прям. По протоколу. По протоколу. Мульти, мультицветовая гамма такая. Да какая она все-таки мультицветовая у меня. Оранжевый, морковочка, яблочко светленькое, томатики красненькие. Что у тебя там было по цветовой гамме? Гамме оно все темное. Баклажанчики, морковочка. Ты видать совсем... Баклажанчики темные, все. Запах и пиво. Вот там я не поняла, честно говоря, какой он тушеный или запеченный. Вот здесь понятно, что это запеченное, но вот на мой взгляд овощи тут, вот эти овощи конкретно. Инга, зажарочка. И уж тебе ли не знать, что зажарочка, это же вот ну не без нее никак. Да рыба должна быть рыбой. Не надо вот эти вот всякие. А у тебя то есть одна рыба? У меня чуть-чуть овощей. Чуть-чуть? Все, очень все. Тебе сейчас показать твой пирог. Я даже не думала, что я сегодня попаду на такое пиршество. Она как шторм, она как что-то крутое, я даже не знаю. Циклон, тайфун, муссон. Набрасывайте, набрасывайте, Виктор. Запеченная рыба. Нет, здесь не хватит. Я буду, я готова восхвалять. Игусь, я просто знаю, как ты любишь рыбу. Да. И в принципе ты ешь одну рыбу. Да. Если это шашлык, это шашлык из рыбы. Я не удивлен. Я уже говорила, рыба всему голова. Так, давай будем оценивать. Ну очень вкусно, да. Я буду есть и оценивать. Я знаю, что это некрасиво, но это так вкусно. Так, сейчас я первая. Ты был в прошлый раз. Вкус. Это 10? Однозначно. Вот прям, а больше можно? Я бы дала больше. 10. Подача. Ну, очень круто. Овощи, конечно, видишь, не, но все равно круто. Ну, давай ты. Ну, я тоже ставлю 10 за подачу, конечно же, пятерочку. Дополнительно еще единичку ставим. Сочетание яблока вот с овощами. Мне очень понравилась такая вот какая-то кислинка появилась. Это было действительно вкусно. У меня, значит, вкус 10, потому что это, это, это так вкусно. Я не знаю, кто готовил, ребят, просто белиссимо, респектимо, чего-нибудь еще. Подача. Подача 5. Это красиво, это достойно, ну, это здорово. Так, 5. И еще один бал я поставлю за то, что она получилась очень-очень нежная. Раз, и во-вторых, у нее нет привкуса, запаха тины. Толстолоб такой достаточно капризный, и если его неправильно замариновать, он будет смердеть так, чтобы мало не покажется. Ну да. Поэтому плюс один. А если бы можно было, я бы поставила даже еще плюс пять. Ну ты бы там вообще по баллу накинула, я вот не согласен. Да. Вот бывают моменты, когда ты лучше, но это блюдо абсолютно не на десятку, даже не на семерку. Ну твою минус один вообще там. И то из жалости, Юра. Это просто из жалости. Это не из жалости. Ну это потому, что ты повар такой. Ну как повар, в кавычках. Так, а теперь не отвлекай. Можно доесть, это очень вкусно. Это безумно вкусно, господи. Рыба всему голова, как отметила Инга Гудаль. Ну а у нас подведение итогов. Под ваши бурные аплодисменты давайте еще раз поаплодируем нашим парням. Юра Заяц, напомню, что сегодня готовил карпа запеченного в пиве. А Юра Чернявский у нас запекал толстолобика с овощами, с яблоком. В общем, получилось вот так вот. Я сам пробовал. Ну и так как это батл, нам нужно подвести наши итоги. Жюри присуждают победу сегодня Юрию Чернявскому и его толстолобику 32-30. Но это еще не все. У нас есть викторина, у нас есть инстаграм, и у нас есть скорость приготовления блюда. И вроде бы как должна быть интрига, но нет. Нет никакой сегодня интриги. 2-1 викторину выиграл сегодня Юрий Чернявский. 34-31. 1-0 выиграл, значит, скорость приготовления. 1 балл я присуждаю Юрию Чернявскому. Ну, значит, 35-31. Ну, и инстаграм сегодня отдает победу толстолобику. Толстолобик сегодня самый главный на нашем праздничном столе. Готовьте эти блюда дома. Рыба, друзья, очень вкусная, запеченная получилась вот такая. Вот записывайте рецептик. Ну, а мы увидимся с вами уже на следующей неделе. Это «Дело вкуса. Юрский период». Всем пока. Карп тушеный в пиве. Филе карпа нарезать порционно, залить пивом. Чеснок нарезать пластинами. Гвоздику, зиру, тмин и горошины перца растолочь и с чесноком добавить к пиву. Посолить. Рыбу накрыть пленкой и мариновать 30 минут. Лук и морковь нарезать в произвольной форме, а баклажаны – брусочками. Рыбу обсушить салфетками, маринад сохранить. Стейки карпа обвалять в муке. Обжарить рыбу на сливочном масле с обеих сторон по 2 минуты. Отдельно пассеровать овощи 5 минут. Рыбу выложить на овощи. Влить 100 мл маринада. Накрыть крышкой. Тушить 15 минут. Толстолобик, запеченный с овощами и яблоками. Филе толстолобика разделить на порции и замариновать с перцем и солью. Измельчить репчатый лук. Морковь, помидоры и яблоки очистить и натереть на крупной терке. Рыбу обвалять в муке и слегка обжарить на растительном масле. Лук с морковью пассеровать до полуготовности. Рыбу уложить в форму для запекания. Сверху овощи и яблоки. Приправить специями, посолить. Добавить корицу и мед. Готовить под фольгой в разогретой до 200 градусов духовке 20-25 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова